После окончания 9 класса Евгений Петров поступил в кадетский корпус полиции. И это не было порывом души или детской мечтой, а вполне взвешенным решением. На тот момент молодой человек знал все плюсы и минусы службы в полиции. Его старший брат работает в уголовном розыске. И во время обучения в кадетском корпусе Евгений только больше убедился в правильности своего выбора. Учился там два года и после чего поступил в Барнольдский юридический институт, с легкостью пройдя все испытания и обучился там своей профессиональной деятельности. То есть у меня была очная форма обучения, пять лет. Выпустился лейтенантом полиции, 31 июля этого года выпустился. И с 31 августа я уже стою на должности участкового полномочного полиции. То есть вот он, нелегкий путь длиной в семь лет от простого мальчишки к лейтенанту полиции. В настоящее время у Евгения относительно небольшой, но достаточно сложный административный участок. Центр города. Проживает здесь около трех с половиной тысячи человек. Но из-за большой концентрации магазинов, салонов красоты и многого другого проблем хватает. На самом деле разные вещи обучения и практика. Потому что учили нас в теоретической части, а на самом деле приходишь и тут несколько другое. Тут конкретно встречаешься с людьми, общаешься, выясняешь все обстоятельства. И это немного отличается от теоретических знаний. Поэтому первое время было тяжело, но хорошо есть коллеги, которые помогают, старшие наставники, которые всегда поддерживаются, скажут, как лучше поступить. И поэтому справляюсь потихоньку. Евгений каждый день проводит поквартирные обходы. Ведь на своем участке не только он должен знать людей, но и они его. В случае беды горожане должны знать, куда обратиться и где искать участкового. Помимо этого участковые и полномочные полиции проводят профилактические беседы. Сейчас главное – мошенничество. В общем, дел много и весь день практически участковый проводит на ногах. Но на свою судьбу Евгений не сетует. А наоборот, призывает молодых людей идти на службу в органы внутренних дел. Я посоветую набраться терпения, потому что на самом деле служба не из легких. Быть готовым ко всему, быть готовым к тому, что придется работать и вечером, и ночью, и выходные выходить на работу. Но кто-то это должен делать, поэтому если ваш выбор пал на эту профессию, то прежде всего необходимо думать о том, что готов ли ты к этому. Если ты на самом деле готов и морально, и физически, то с радостью тебя с распостертыми объятиями ждут в межмуниципальном отделе. Какой человек в форме не мечтает стать генералом? В случае нашего героя генеральские погоны – мечта отца Евгения. Есть такие планы, но загадывать, знаете, в наше время нельзя, потому что как оно все повернется, никто не знает. Наша служба и опасна, и трудна. Справляться с любыми трудностями на работе Евгению помогают мысли о том, что дома его ждут любимая жена Дарья и маленький сынишка Саша. Каждую свободную минуту глава семьи старается проводить именно с родными. Они провожают и встречают его с работы. Ну а завтра обязательно поздравят с профессиональным праздником – с Днем участкового уполномоченного полиции. Виктория Спицына, Василий Обухов, Ленинск ТВ